Физкульт-привет всем покорителям пьедестала почета. Настроиться на активный образ жизни вам, как всегда, поможет программа «На здоровой волне». И я, ее ведущий, Игорь Антипов. На старт! Девочки, надо посмелее и надо попробовать то, что мы учим. Ноябрь выдался поистине спортивным. Одним из его главных событий стали первые дальневосточные соревнования по «Савату» – французскому боксу. Право провести чемпионат и первенство выпало Южно-Скалинску. Наши ребята на хорошем счету. Больше 10 человек входят в сборную России. На острове есть свои чемпионы и призеры мира. На Сахалине «Сават» культивирует уже четвертый сезон подряд. Казалось бы, по возрасту этот вид спорта на островах еще дошкольник. Однако региональная команда уже успела вырваться в лидеры Дальнего Востока. Островитяне входят в состав российской сборной. Постоянно привозят награды с турниров страны, мировых первенств и чемпионатов. Очень уверенно, в 2021 году провели дружескую матчевую встречу против Японии. Обменялись с соседями опытом. В этом году у нас с первенства мира привезли две бронзовые медали. Это у нас по ОСО. Ребята приехали с комба. У нас приехали тоже с первенства мира. Привезли одно серебро и одну бронзу. Тоже неплохой результат, я считаю. Главное, что нас заметили готовые к тому, чтобы перейти на новый уровень. Особенно после того, как Сахалин успешно провел свой первый дальневосточный турнир. Если ваше руководство Министерства спорта поддержит, потому что это финансовый вопрос, конечно, во многом, то Общероссийская Федерация с удовольствием провела бы здесь какие-то общероссийские соревнования. Перед каждым поединком саватисты приветствуют всех жестом салют. И только затем начинается обмен атаками. В бою участвуют все. И руки, и ноги. И ручки выше. Корпусом выше. Как показывали тебе. Понял? Услышал? Он тебе работает, ногой в голову, постоянно прими. Он тебе левый пьет, ногой в голову. Примил, правый, левую руку. Это человек постоянно. Ринг установили в зале местной спортшколы по греко-римской борьбе. Ребята выплеснули эмоции в двух основных дисциплинах. АСО – легкий контакт и комба – полный контакт. За звание победителей в Южно-Сахалинске сразились чуть больше полусотни саватистов Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области. Большинство золотых медалей оказались запринимающей стороной. Здесь, как в кикбоксинге, нет такого, что можно бить восходящими и сильными ударами. Здесь можно бить сильными ударами, но только в разделе комба. А в АСО так нельзя делать. Ну, пока вы начинаете, пока разрядов нет, но уже через год, я так понимаю, уже сможете претендовать на эти звания, да? Ну, да. Пока вы смотрите нашу передачу «Двое сахалинцев», кандидаты в мастера спорта Шамиль Шамсудинов и Владимир Хе доказывают свою состоятельность на чемпионате Европы в Бельгии. Мужчины выступают в АСО. Даже если завоюют бронзу, норматив мастер спорта международного класса уже в кармане. Но парни у нас рисковые. Они готовы биться и за титулы чемпионов. Островные волейболисты в возрасте от 14 до 15 лет перекидывали мяч через сетку. Юноши и девушки поборолись за путевки на полуфинал первенства страны. В областном центре всю неделю проходил дальневосточный турнир. Среди парней был особенно острый накал. После подсчета дополнительных коэффициентов победила сборная Приморского края. Среди представительниц прекрасного пола обошлось без драматургии. Действует слаженно, как единый мощный кулак. Навязывают свою тактику в матче. А потому соперницы с материка с трудом удерживают мяч на своей половине площадки. Откровенно говоря, побаиваются гости внезапных атак островитянок. Чтобы получить великолепное качество игры, в женскую сборную пришлось вложить немало усилий нескольких наставников областной спортшколы по волейболу. У нас произошел скачок. Это первое, что мы вышли с Сибири, то есть второй этап прошли. И я считаю, наше успешное выступление было на финале. Мы заняли этой командой. Из 16 команд в финале мы были шестые. То есть Санкт-Петербург, Москва, такие большие города, Екатеринбург, которые были после нас. Приносит свои плоды открытие универсального спортивного центра «Сахалин», где 7 лет назад серьезный акцент сделали на развитие детского волейбола. А еще малышей за собой начали вести команды мастеров, выступающих в высших лигах чемпионата России. Дети, глядя на профессионалов в деле, да еще и на домашней арене с олимпийским покрытием, тоже хотят быть на высоте и учатся этому. У нас было по три тренировки в день. Мы летали на сборы, то есть мы выкладывались. Ну, некоторые из девчонок, наверное, уже хотели, не выдерживали, хотели бросить, нет? Конечно, это было у всех. У всех волейболистов есть такие моменты. Но главное – поддержка. Поддержка команды и обдумывать все. На сегодняшний день наша сборная возрастной группы 14-15 лет является одной из сильнейших на Дальнем Востоке. В феврале 2021 года «Сахалинки» завоевали первое место в Чите на Дальневосточном первенстве. В ноябре показали высший класс в Южно-Сахалинске, пройдя окружной этап первенства страны без поражений. Если я говорю, что сейчас доводка должна быть в три, надо сделать ее в три. Мы один раз попробовали этот забег и все. Все. Команда позволяет, надо пробовать то, что вы учили. Все, давай, все. Дружину в лидеры вывели Софья Васько, Дарья Денисова, Полина Добреля, Верника Дмитриева, Диана Немельянова, Анастасия и Екатерина Ежикова, Виктория Королева, София Портных, Мария Светлик, Дарья Туркина и Дарина Шевчук. Сейчас девчонки усиленно готовятся к полуфиналу. В начале 2022 года предстоит сойтись с соперницами в одном из сибирских городов. Кто сказал, что люди не летают? Уверяю вас, летают и очень удачно. Раскрыть крылья мальчишкам и девчонкам помогает аэродинамическая труба. Комплекс на улице Венской 7 открыли три года назад. На Дальнем Востоке это единственный стационарный тренажер, где спортсмены, а также любители совершенствуют свои навыки в относительно молодом виде спорта. Почти как с парашютом, аэротруба помогает имитировать свободное падение. Все взмывают верх за счет мощного вертикального потока воздуха, скорость которого достигает 250 км в час. Мне не с чем сравнить, поскольку я не прыгал с парашютом, но мне очень понравилось. Скажу, что это непросто. Достаточно сложно контролировать свое тело, хотя, в принципе, я поддерживаю такое достаточно спортивное видообразие. Буквально за три года это дало возможность ребятам, буквально с нуля, расти и показывать высокие, достаточно технические результаты. И у них есть уже свои достижения, и медали всероссийских соревнований, и Кубка России. В полете нужно держать все тело в правильном положении и большом напряжении. Любое расслабление грозит разворотом, потерей равновесия и падением. Для максимальной безопасности выдают защитный шлем и костюмы. Бывает, если кто-то выбывает по каким-то причинам, мы до набора объявляем, либо набор в плановом режиме. Дети занимаются бесплатно, и плюс у нас есть платная группа. Это тоже большое подспорье для нас экономически. Но основная группа детей – это именно по госзаданию. Так в секцию парашютного спорта однажды записались две сестренки – Даша и Лена Демешины. Девчонки уже познали многие нюансы аэротрубного спорта. На прошедшем открытом чемпионате и первенстве Сахалинской области взяли золото в дисциплине «Групповая акробатика». Мы первый раз просто пришли, у нас были сертификаты покупные. Подалили нам их. И мы попробовали, нам понравилось, из-за этого мы попали сюда так и начали летать, заниматься. На тренировке. А настоящие уже у вас прыжки были? Нет, мы никогда не прыгали. С парашюта. С парашюта никогда. Мне кажется, это будет интересно. Я хочу даже попробовать. Жалеют в островной спортшколе технических видов спорта лишь о том, что не сделали аэротрубу побольше. Тогда бы можно было принимать соревнования вплоть до мирового уровня. Сейчас ее диаметр составляет 2,5 метра. В два раза больше должно быть. Но вместе с тем, до пандемии к нам очень много приезжало ребят с Южной Кореи летать. Они брали там сразу по 10, по 12, по 20 часов, потому что в Сеуле на всю Корею единственная труба. И соотношение как раз доллара к рублю у них очень дорого, а у нас очень дешево. Сегодня в России свыше 50 региональных федераций парашютного спорта. Сахалин единственный, где дети могут заниматься на бесплатной основе. Кроме того, островитяне получили возможность выезжать на соревнования за пределы острова. Так, в апреле этого года наша команда выступила блестяще на Кубке России по аэротрубным дисциплинам. В вертикальной двойке Марина Бережная и Юлия Мазырко стали первыми. Дальше больше. Как говорил великий футболист Лев Яшин, тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы. А потому все в ваших руках. Не хворайте, занимайтесь физкультурой и спортом. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!